Безбргемес. Единая республиканская акция под таким названием стартовала в нашей стране 19 марта. Смогли ли нурутановцы за это время оказать помощь всем нуждающимся? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Нурутан» Жан-Булат Акибаевич Жоргенбаев. Добрый день! Добрый день! Давайте начнем с того, что в начале акции было самой такой неожиданностью, когда людям на счета начали поступать деньги в размере 50 тысяч тенге. Был у нас случай, нам звонили, спрашивали, откуда поступили вот такая сумма денег. Расскажите, пожалуйста, как эта работа начиналась, вообще акция, и почему начали именно с этой суммы денег, и как отбирались люди, им не звонили, не предупреждали, но какой-то список был составлен. Как это все делалось? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, вопрос, очень правильный вопрос. Как вы все знаете, что когда у нас в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, по инициативе Ельбасе, первого нашего президента, лидера нации Нарустановича Назарбаева, был создан фонд Безбергемис, который, в свою очередь, сразу же занялся оказанием материальных услуг нуждающимся гражданам нашей республики. В этот фонд были саккумулированы средства из частных пожертвований, частных пожертвований. Да, аналогично у нас в Алматинской области также был создан Безбергемис Житсу, такой фонд. Да, и был создан попечительский совет этого фонда, ревизионная комиссия. Был разработан алгоритм действий данного фонда. Вы как понимаете, вот здесь партия Нур-Отан взяла на себя функции инструмента исполнения данной акции. То есть Нур-Отан предоставил свои материальные ресурсы, людские ресурсы, к тому же опыт работы в организационной оперативной системе. Поэтому здесь мы, Нур-Отан, являемся как бы инструментом исполнения решений. Ни одну такую акцию проводили за это время? Ну да, ни одну такую акцию. Опыт есть? Опыт есть. Поэтому во главе попечительского совета был избран первый председатель партии Нур-Отан, Байбек, был Бауржан, Кадргалиула. Здесь, в Алматинской области, в фонда Брегемис Житсу, и председателем попечительского совета являюсь я. Ну, с 19 марта текущего года по сегодняшний день нами, Нур-Отановцами и депутатами разных уровней, нашими волонтерами, Жас-Отановцами и вообще теми людьми, которым безразлична ситуация сегодняшняя, оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, в виде товаров первой необходимости на сумму 222 миллиона тенге. Очень хорошая сумма. Да. И эту помощь получили более 18 тысяч человек, нуждающиеся люди нашей области. Эта вот работа по сей день продолжается, она и будет продолжаться дальше. Но то, что вот центральный фонд Брегемис, решением попечительского совета, по первому траншу было решено оказать материальную помощь в виде финансовой помощи по 50 тысяч тенге 23 городам нашей республики. Это областные центры, все без исключения, плюс те города, которые имеют население больше 100 тысяч человек. Вот по этой схеме наш областной центр, город Талткурган, по первому траншу вот 3361 человек получили вот по 50 тысяч тенге на сумму 168 миллионов 500 тысяч тенге. Эту работу мы организовали. Критерий определялся таким образом. По решению попечительского совета по семи категориям нуждающихся граждан. Семь категорий. Это многодетные, малообеспеченные многодетные семьи. Это нуждающиеся инвалиды. Это семьи, воспитывающих ребенка инвалида. Это также пенсионеры по возрасту, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним, и труженики тыла. Эти семь категорий, списки формировали наши исполнительские власти, акиматы, совместно с райсабизами, горсабизами, то есть работниками социальной защиты. То есть эта база у них имеется. Раньше они получали разные материальные помощи в виде социальных выплат. То есть эти списки определялись таким образом. Это вот по первому траншу. Также был организован второй транш. По второму траншу наш город, Талдыкурган, мы подали список 6551 человек. Получили по 50 тысяч тенге из фонда Безбергемис. На сумму 327 миллионов тенге. Теперь это вот 23 города и областные центры. Естественно, вопрос возникает, а другие районы где? Да, этот вопрос так хотела задать. Да, вы хотели, наверное, этот вопрос задать, поэтому я опережаю события. Отвечаю вам. Теперь по решению попечительского совета организован третий и четвертая волна этой акции. По третьей волне у нас вошли 11 районов. Это те районы, которые близи лежащие к областному центру и близлежащие к мегаполису Алматы. 11 районов. На этот случай сформирован нами список совместно с акиматами на 24 740 человек. Они вот получат теперь. Да, мы этот список уже согласованы, утверждены, эти списки сданы центральный аппарат фонда Брегемис. Это на сумму 1 миллиард 237 миллионов тенге. Это вот получат у нас 11 районов и 2 города Текеля Капшагай нуждающиеся люди по этим 7 категориям. Так же. Так. И параллельно сразу вот буквально сегодня-завтра уже заканчиваем, сдаем списки по третьему траншу, по четвертому траншу. По четвертому траншу у нас получат оставшиеся 8 районов все на 9054 человека. это сумма 452 миллиона тенге. В общем, по всем четырем траншам, без исключения все районы города, помощь от нашего фонда Брегемис получают, это более 2 миллиардов тенге сумма. Это вот та помощь, которая оказывается сегодня фондом Брегемис по инициативе Эльбасовод. Это огромная на сегодняшний сумма. Это была хорошая помощь. Естественно, нуждающихся может быть больше. Естественно, мы можем 100% населения, как говорится, нуждающихся в области охватить. Но тут подход был такой, что именно те, допустим, если это районы, сельские Акимы совместно со своими работниками выявляли нуждающихся. Да, выявляли остро нуждающиеся люди по этим семи категориям. Есть семьи, где многодетные семьи, есть и другие категории, но, слава Богу, у них есть какая-то финансовая поддержка, или работа получает зарплату, пенсию, или какие-то социальные выплаты. То есть здесь подход был такой, чтобы именно определять остро нуждающихся людей. Это понятно, но скажите, пожалуйста, где берет Нур-Утан деньги? Фонд сотрудничает с кем? Вот откуда средства поступают? Я, как вам уже вначале рассказывал, деньги это частное пожертвование. Это по инициативе, как говорится, Ельбасы, это наши крупные бизнесмены, меценаты нашей республики. Вот это их пожертвование собрано на счета фонда Бергемис. То есть если вы обращали, вынимая, в средствах массовой информации и в социальных сетях, везде эти цифры, эти информации опубликовались, кто сколько миллионов, сколько пожертвовал на фонд Бергемис для помощи нуждающимся. То есть они везде сейчас. Ну вот в Алматинской области, к примеру, на сегодня сколько таких спонсоров, которые пожертвовали в самый сложный период для региона, не пожалели своих денег? Я рассказывал, что мы аналогично создали свой фонд Бергемис Джитсу. Тоже здесь глава нашего региона, председателя партии Нуратан Алматинской области Аманда Габаш Баталов. Вот по его инициативе здесь уже наши тоже бизнесмены, депутаты разных уровней. Мы тоже по Бергемис Джитсу собрали немалую сумму на сегодняшний день. Эти средства сейчас по решению попечительского совета Бергемис Джитсу мы израсходуем на те районы, где карантинная зона у нас, где есть очаги выявления коронавируса. То есть первый у нас в Карасайском районе микрорайон Асларман, когда закрыли на карантин, вот туда фондом было выделено 3 миллиона 800 тысяч тенге, людям раздали продуктовые пакеты, которые были в карантине. Второе в Мишеказахском районе поселка Чилик, когда закрыли на карантин, вот фондом туда было выделено также 3 миллиона 700 тысяч тенге. И плюс ко всему этому мы по решению члена попечительского совета Бергемис Джитсу приобрели лабораторию для области на 53 миллиона тенге. Это вот по выявлению лаборатория вот именно целевое это поставили Мишеказахском многопрофильной больнице. Это уникальное такое оборудование, которое в течение определенного времени быстро выдает анализы по выявлению коронавируса. К тому же мы оказали на 1 миллион тенге семьям погибших нуждающимся ветеранам нашей министерства департамента внутренних дел. Теперь вот буквально позавчера приняли решение приняло решение это попечительский совет Бергемис Джитсу у нас сейчас в карантин закрылся Кигинский район вы знаете там выявили около 47 случаев заражения и вот было принято решение выделить тоже им для приобретения масок для приобретения антисептиков медикаментов а также для поддержки остро нуждающихся людям 10 миллионов тенге и по городу Талдыгурга на 5 миллионов 500 тысяч тенге дополнительно тому что было два транша от Бергемиса центрального и теперь от нашего фонда местного фонда выделяются такие средства скажите пожалуйста деньги выделить у нас спонсор есть конечно благодарные люди вот этим спонсорам которые не пожалели действительно своих средств чтобы помочь в период пандемии самым нуждающимся семьям но вместе с ними есть люди которые не боясь ничего хоть и вирус распространялся не боясь ничего они выезжали и туда же вот в Асаларман и в другие районы чтобы оказать нуждающимся в помощь где вы таких вот привлекали энтузиастов мы никого здесь не привлекали это наши волонтеры это наши нуратановцы наши джасотановцы джасканат и наши волонтеры джастар ресурсы да но воспользуясь сегодняшней эфиром студии сегодняшней я в самом деле хочу выразить свою огромную благодарность этим ребятам вот невзряя на опасность да это наше подрастающее поколение настоящие патриоты которые не боясь ничего да вы это изъявили желание вот мы вот во всех районах во всех населенных пунктах да наши жасотановцы и вот это наши волонтеры раздавали вот этот продуктовый пакет антисептические материалы они заходили в дома людям они заходили в подъезды в учреждения заходили да раздавали на то что вот нами выделялось то что жертвовали люди да ну помимо того еще есть же другие неправительственные организации вот мы смотрим повсеместно вот в такой ситуации наш народ показывает что есть у нас на сегодняшний день люди которые в самом деле патриоты наши они то что дорожат тем что мы имеем на сегодня да людьми строем нашим всем остальным но Ротани естественно здесь наша партия еще раз я думаю доказала что эта партия в самом деле партия реальных дел реальных дел то что мы делаем то что наши партийцы делают это я думаю очень свое время именно проявляется когда вот такие трудности на прошлой неделе по инициативе Акима области нами сформировано было 18 большегрузных машин это вот вы знаете чрезвычайная ситуация вот с подтоплением Махтаральском районе Махтаральск это район Туркестанской области 260 тонн материальной помощи мы повезли туда это вот строительные материалы продуктовые продукты наборы также вот силами наших волонтеров силами наших жастар ресурсы силами наших джасотановцев и естественно вот так быстро за день за два сформировали вот такой большой караван и вот во главе всего вот я сам лично поехал в эту область да когда вот своими глазами там то что творится увидишь да вот естественно вот хочется вот поблагодарить тех людей да которые организовал это все тех людей которые на самом деле от себя оторвал как бы да и чтобы только помочь чтобы только помочь другому да мы вот как говорится еще раз воспользуюсь этой студией тем людям которые вот выделили средства сформировали свои эти загрузили машины вот отправили в нашем караване вот 260 тонн это мало немного это очень хорошая помощь была достаточно да достаточно было помимо этого у нас и от нашей области тоже ассамблея народов Казахстана поехала да глава региона Туркестанской области вот тогда передавал привет всем вот огромный вразил огромную благодарность мы попали как раз в тот день когда туда приезжал наш первый заместитель партии там Байбек Боржан Кадргалеич он закладывал фундамент 20 домов вот как говорится которые от партии Нур-Отан помощь будут построены построены там же в Махтарале для жителей этих населенных пунктов скажите пожалуйста это непростая работа вот сплотить именно бизнесменов простых людей чтобы вот создать фонд и в рамках этого фонда провести акцию и в рамках этой акции охватить всех нуждающихся и оказать посильную помощь вот прошло два месяца вот больше двух месяцев вы этим занимаетесь вот Нур-Отан мы конечно тоже благодарны что ведется такая активная работа но скажите на что больше обратили внимание какие были трудности вот именно в реализации этого проекта ну естественно не так все просто мы это понимаем поэтому и спрашиваем когда команда работает системно да когда разработан четкий алгоритм действий да когда в самом деле наши руководители будем говорить да будь он Нур-Отан или наши же акиматы да по сути это наша партия это партия сегодняшняя проведшая партия у нас председатель аким области партии да когда они все душой болеют за народ да и я скажу трудности естественно были но когда люди это понимают и не считаясь со временем и со своим здоровьем то что рискуем да сознательно к этому делу идут вот вам результаты налицо хороший результат получается но все-таки трудности наверное были и вот скажите пожалуйста уровень социальный уровень нашей области вот нуждающихся было много ну нуждающихся я не имею ввиду Махтаральский район который ну да понятно понятно да природным нуждающихся конечно ну как вы видите же много же людей были самозанятые люди у нас да и те люди которые занимались в малом в среднем бизнесе в связи с карантином приостановились их доходы то что по линии правительства там государство делается там оказывается помощь выплаты там по 42 500 тенге коммунальные выплаты по 15 тысяч тенге да но тем не менее вот штаб во главе с нашим Акимов области старались делать так чтобы именно где можно работать предприятия крупные предприятия системообразующие предприятия те предприятия которые на самом деле коммунальные или вот жизнеобеспечения населенных пунктов городов да чтобы они работали это во-первых во-вторых же нами же по инициативе президента создана же дорожная карта занятости вот в рамках этой программы Алматинской области выделили 109 более 109 миллиардов тенге на реализацию более 900 проектов это объекты социального социальной сферы то есть образование объекты здравоохранения о дорожной карте мы уже говорили в этой студии до конца остается совсем немного просто хочу узнать лично ваше мнение из вот этого периода периода пандемии что вы для себя какой вывод сделали ну я думаю после этой пандемии мы будем ценить что такое работа да что такое общение что такое вообще коллектив да цену будем знать наверное и главное здоровье да и главное здоровье да чтобы не боясь ничего мы пошли на работу к себе и сами себе зарабатывали на хлеб ну вот на такой хорошей ноте давайте завершим нашу программу дорогие телезрители берегите себя и своих близких до свидания до свидания субтитры и субтитры